На снимке, взятом с форума DPReview, видно, насколько критичным может быть появление муара и как сильно он может испортить фотографию. Поэтому мы сейчас и начнем с ним бороться. В нашем случае мы имеем дело с цветовым муаром, а это означает, что существует канал, в котором он наименее заметен. Вы видите, что таким каналом является зеленый. Эта информация для нас важна. Делаем копию слоя и к этой копии применяем режим смешения каналов. Используем корректирующий слой. В этой палитре выставляем для красного канала 0, а для зеленого 100%. И ставим галочку монохром. Теперь снова дублируем исходный слой. Новую копию размещаем в самом верху. И снова применяем режим смешения каналов. Но на этот раз для красного канала мы ставим плюс 50. Для зеленого 100. Для синего минус 50. Монохром. Переходим на слой с изображением. И уменьшаем его непрозрачность до тех пор, пока не ослабнет муар. Что мы видим? Непрозрачность 0% и только тогда заметен какой-то эффект. В чем тут ошибка? Ошибки нет. Надо просто попробовать другой вариант. Для красного канала поставить минус 50. Для синего плюс 50. Правило такое, что для всех трех каналов сумма процентов должна равняться 100. И снова пробуем непрозрачность. Вот теперь где-то на 30% 31% Муар исчез окончательно. Попробуем отключить этот слой. Видите, нашей первой операции было недостаточно. Слабый тоновый муар еще просматривается. Но с двумя такими слоями он практически незаметен. Сводим все четыре наших слоя вместе. Выделяем их, удерживая клавишу Shift. Потом можно использовать комбинацию Ctrl-E. Мы получили один черно-белый слой. Вычитаем его из оригинала. Для этого используем меню Image. Apply Image. Здесь нам надо выбрать фоновый слой. Смешение и вычитание. И поставить такие параметры. Здесь 2. Здесь 128. В результате мы получаем средне-серую картинку с небольшими отклонениями в большую и меньшую сторону. Назначаем этому слою режим наложения линейный свет. Фактически эта операция суммирует подготовленный нами слой с ниже лежащей картинкой. Изображение снова выглядит как черно-белое. Применяем к этому слою фильтр из разряда других High Pass. И подбираем значение радиуса, при котором исчезают полосы муара. Если радиус совсем маленький, полосы видны. Нам нужно подобрать минимальный радиус. Ну, пожалуй, где-то так. 7,1. Назначаем этому слою черную слой маску. Для этого, удерживая клавишу Alt, нажимаем по иконке «Добавить маску слоя». Если мы клавишу Alt держать не будем, добавится белая маска слоя. И по черной маске рисуем белой кисточкой по тем местам, где должен быть убран муар. Вот и все. Мы его победили. Нет, еще осталось вот здесь немножко. В этом случае мы от муара избавились. Но он иногда бывает такой величины, что не помогают никакие средства. И могу только пожелать вам не встречаться в своих фотографиях с таким монстром.